Твердая пара. Второй полувинальный бой весовой категории до 52 килограммов. В Красного Кулинга Максим Стахеев, Челябинская область. А в Красного Кулинга Владимир Кудряков, Крым, Синего Кулинга. Василий Егоров, Московская область, Республика Сахар-Якутия. Это хорошо. Внимательно и быстро. Боксеры, внимательно слушаем и выполняем мои команды. По затылку, по спине, ниже пояса. Да, друзья, у нас снова небольшая рокировочка. Теперь я заменяю Сергея Фиша, но наш тулованый боксер Артур Бетербиев с нами все равно остается. И мы сейчас будем смотреть второй полувинальный бой весовой категории до 52 килограммов. Причем это действительно крутой бой, в котором встречается Вадим Кудряков против Василия Егорова. Тут действительно два известных боксера в мире бокса. Я помню, что Василий Егоров перешел в весовую категорию повыше. То есть раньше он выступал в 49 килограммов. И как я уже рассказывал, пошел он такой шаг ради участия на Олимпийских играх. Потому что 49 килограммов не является Олимпийской категорией. А я слышал недавно, что там 60 килограмм тоже убрали. И 60 тоже убрали. Убрали, да, уже точно? И поэтому, например, Габил Мамедов тоже рассказывал, что он из 60 килограммов, когда выступаю, перешел в 63 ради возможности выступления на Олимпиаде. Ну да. То есть такие жертвы идут боксеры. Да. Это, честно сказать, тяжело. Но там, честно сказать, 60-63 это так не сильно, да? 3 килограмма. То есть если было бы 90-90, 80-91, вот это уже тяжело. Мне кажется, легковесы бы с вами поспорили бы. Ну да. Потому что все же, ну вот, на чемпионате мира тренер Василий Егоров объяснял, что вот мы всегда выступали в 49-ти, а вот тут сейчас пришлось 52. Вот эта разница там в килограмм, в полтора, в два, она очень сильно ощущается. Даже сейчас не посмотреть по антрамиду, по внутри Егоров заметно выступает Кудрюкову. А Кудрюков, к слову, это двукратный чемпион России в этой самой категории. А-а. Ну да. То есть действительно крутой бой. Да. В масштабах России. В масштабах России. Нормально, нормально. Пока присматриваются боксеры друг к другу. Ну, есть два левши боксируют. Очень, я слышал, что когда оба левши, очень тяжело они бывают боксировать, потому что в основном они попадаются же там. Всегда левша с правшой может попасться, да? То есть левшей редкая редкость, а правшой тоже. А сейчас, по-моему, у нас попал левши и правши, по-моему. Я вот участвовал на ком-турнире, там почти каждая пара левша с правшой, левша с правшой. А вот когда бой левша с левшой, он чуть-чуть неудобный для них. Они в основном всегда встречаются. Готовься с правшой, да. Левша всегда готовится на правшу, основное. А правша всегда готовится на левшу, да? То есть элементы надо обучать. А здесь левша с левшой очень такой интересный. В два раза сложнее, мне кажется. Ну, они же изначально, когда готовились к чемпионату России, понимали, что там они основные конкуренты, основных лоритов. Думаю, они готовились к друг другу и понимали, что они в общем плане. Ну да, я в общем плане говорю. Не-не, я согласен, да. Это интересное замечание, точка. На самом деле, я профессионала не знаю, я профессионала редко там, чтобы левша с левшой виделись, попадались. А вот в любителях, такое у них как будто друг друга не получаете никак. Не такой красивый бокс получался, когда левша с левшой. Основное это то, что я помню, вот такие бои. А здесь ребята видно, что друг друга хорошо знают, аккуратно боксируют. По минимуму пропускают, вижу, что они, хоть визуально руки внизу у них, они когда именно подходят, они уже поднимают руки. Скороцово движение нога, дышится. Наргозатратно. Вадим Кутряков, мастер в спорте России, южнородного класса, представляет республику Крым и Краснодарский край. По всему 1994 года рождения, не надо один ударный. Не надо упрощать, не надо боковой. Вместе с чемпионат России 2018 года, первый тренер боксора Кубин. В настоящем время с боксором работают тренеры Вагнер и Баранков. Вадим Кутряков, Крым и Краснодарский край, красный угол. Род Джонсона не надо. Род Джонсона не надо. Все есть на минуту. Понял? Так, у нас второй раунд. Артур сейчас грамотное замечание сделал, очень четкое, что обратить внимание на то, как действует левша против левши. Действительно интересно. Да, это, я считаю, что им обоим сложнее боксировать с левшой. То есть им обоим было бы полегче боксировать с левшой. Держать, 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 держать. Но они готовились, они знали, кто в их дивизионе, кто в их дивизионе. Да, вот в этом случае это видно, что они друг друга хорошо знают и очень по-минимальному там пропускают и аккуратно действуют. Вообще, конечно, поединок по вывеске, по регалиям обоих боксеров тянет на финальный, на статус финального боя. Но видите, волей жеребия, волей сетки, эти боксеры столкнулись на стадии полуфинала. Но снова оба эти боксера будут входить в состав сборной России, которая будет готовиться к квалификации на Олимпийские игры, которые пройдут в марте в Лондоне. А там уже ближе к делу пройдет контрольный спарринг и уже будет определен тот человек, который проедет дальше в Британию. Да, в этот раз так получилось, по-моему, как по новым правилам. По-моему, у боксеров нет возможности заработать в Лидсианде за год до конца игры, как у нас было. Я думаю, это может сыграть на пользу. То есть там есть минус и плюс, да, две стороны медали. Но я думаю, это хорошо должно быть. Все же в одних условиях, получается. К слову, вопрос такой. Просто обычно чемпионат мира был отборочный. Сейчас веду определенных обстоятельств, которые от нас, к сожалению, не зависели. Наш, как мне руки ему, и потерял статус отборочный. И сейчас в марте будет квалификационное соревнование. То есть боксер должен выходить на пик на март и тут же сразу же в июле. Возможно ли такое? Нет, это возможно. Просто не в этом. Просто я говорю, вот такого формата не было раньше, да. Вот при нас не было его. Я бы предпочел этот формат больше, чем тот формат, да. Рассечение получил красную руку. Рассечение ему оказывают помощь. Такое серьезное рассечение. Надеюсь, что ничего серьезного. Не хотелось бы, чтобы такой бой завершался из-за рассечения монеты. Здесь хорошо то, что три раунда всего лишь. Три раунда можно потянуть. И Вазелин там. Но так как это полуфинал... Замечен, говорит человек, который всегда дерется 12 раундов. Но ни разу еще не дрался 12 раундов. Нет, я адоксировал 12 раундов. У меня один с Кюллингом бой был... Ну, 12 раундов до конца. Да, до конца, не до 12 раундов. Да, до конца, не до 12 раундов. И с этой станцией ни разу не пропустил. В этом случае, когда боксер получает полуфинале рассечение, это плохо, потому что он должен следующий бой боксировать. То есть... Ему нужно же... Его могут не допустить до финала, потому что видят рассечение, и очень могут его не допустить. А я еще слышал, что когда боксер пропускает... То есть получает рассечение, он психологически очень много энергии потеряет в этот момент. То есть у него весь этот... Получается, он переживает за это рассечение. Много мыслей. Да, все мысли. Он в основном год плохо боксировать после рассечения. Сейчас посмотрим, какие замечания даст угол Кудрякова. Но пока действительно такой неплохой бой все же мы видим. Да, видите, у него рассечение. Все мы будем готовиться продолжить бой в заслужении мастер спорта России. Василий Егоров. Он представляет Московскую область и веспублику Саха и Япутия. Поксом 1993 года рождения. Боксом занимается 13 лет, концевая спортивная общественная Динамо. Чемпион России 2018 года. Чемпион Европы 2017 года. Первый тренер Афанасий Петров. В настоящее время с боксером работают тренеры. Заслуженный тренер России Пахомов и мастер спорта России Николай Егоров. Василий Егоров. Московская область. Лиза, 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 Сиен, Югоров. Итак, третий раунд. Да, действительно, сейчас в углу Кудрякова было не до подсказок. Все были заняты тем, чтобы как-то нивелировать последствия этого рассечения. Рассечение, как бы, кажется, слишком серьезным. Ногу Мазелина наложили на глаз Вадима. А так, по бою, мне кажется, такой конкурентный бой с обеих сторон. Он очень, так, к одному, к другому, там, переходит в 20-ти ла по бою, мне кажется. Ну, видно, что действительно равность друг другу боксеру согласна с тобой. Красный угол более чувствую себя поувереннее. Но все же это его вес. Он, да, в своем месте поувереннее себя чувствует, мне кажется. Ну, для Егорова, да, это определенный вызов. Тут такая ситуация, что один пытается залезть на чужую территорию, а другой говорит, что нет, 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 я здесь глава. Ну, опять же, повторю свою мысль, что данные конкретные ситуации именно дерутся за выход в финал чемпионата России, потому что, думаю, оба боксера попадут на сборы национальной сборной. И дальше уже будут снова грасти друг другу. То есть это только начало пути? Да, начало пути на Олимпиаду, да. Ну, так обычно всегда и бывало, что чемпионат России является такой правной точкой. Не, не, я имею в виду вот это чемпионат России, на этом ничего не заканчивается, это только начало. То есть потом будут сборы, на сборах еще надо отстаивать свою позицию. Контрольный спарринг. Я это все проходил, поэтому я так изнутри знаю это. Поэтому я говорю, что это только начало. Не, ну как настраивался на чемпионат России? Как я? Ну, чемпионат России всегда, вот, как вы сказали, вот, ты уже примерно своих соперников знаешь, на кого именно конкретно настроить, на кого основной там твой. Очень серьезно готовился всегда. Если все, что от меня зависело, я всегда так на сто процентов готовился. Просто бывало вот так, когда заболел, такие моменты, которые от тебя не зависящие, приходилось считаться с ними. А так, в общем, я сто процентов всегда любил готовиться, быть уверенным, чтобы, не самоуверенным, быть уверенным в том, что ты не пропустил ни одну тренировку, что ты по совести относишься к своей подготовке. Тем более полюбительным у вас там конкуренция на хорошие. Да, неплохая конкуренция туда. Сейчас возвращаемся к событиям на ринге. Да, и бой закончился, как мы его вернулись. В концовке так Пудряков демонстративно хотел показать соперник, что действительно я вроде как выигрываю, я уверен в себе. Да. Сейчас посмотрим, согласно ли с его уверенностью судить. Судить. Мне показалось, что синий более ручнее был. Нет, в последнем раунде. Не показалось? Да, не много таких ударов. Мы не заказировали, как у нас его носили. Ну, самое главное, что нас судей не слышат. Да, это хорошо. Мы можем спокойно говорить. Все сидят, они рядом, да? Да, поэтому. Единственные, болельщики угловые, за кого болеют, они, наверное, будут сами не согласны, в любом случае. Ну, это же хорошо. Кто-то будет собрать, кто-то нет. Всегда будет. Главное, чтобы кто-то не с тобой не тратил. Поздравляем, Василия Егорова с выходом в финал. Мне кажется, в третьем раунде, это ключевой раунд, где он показал себя. Уважаемые друзья, он показал себя вон так. Так, давайте, наверное, расскажу, что в финале, я повторюсь, встретится Василий Егоров с Расулом Салиевым.